Мы сейчас находимся в подъезде на улице Каразина, пересечении Смироносицкой. Здесь находятся в нашем подъезде две квартиры. Две стильные квартиры. Одна сверху в стиле Шерлок, другая, куда мы сейчас будем спускаться, это в стиле батискаф. Она находится на нововом этаже, подъезд свой. Вот видите, подъезд красиво освещен, у себя старинные фотографии. И мы по лестнице спускаемся вниз. Погружаемся в погодную лодку. Вот мы уже внизу. Здесь видим кондиционер, картины висят в подъезде, сушится белье. Как сказала Вера Инберг, сушатся беленки, жарится перерыв. Попадаем в саму квартиру. Такая маленькая кухонька. Кирпичи старинные, им лет 200-300. Вот все, что вы видите сзади, это элементы кухни, это все оригинальные, сохранившиеся, своды сохранившиеся за 200 лет, хуже не стали. Вот такая кухня, гранитная столешница с уголками, печь, вытяжка. И делаем небольшой круг, зеркало сразу на входе, чтобы, входя, можно было смотреться в себя. И за моей спиной, сначала мы видим ешелка, с домофоном, с каким-то иллюминатором. И за моей спиной проход в кают-компанию, можно так сказать. Проходим. Отключение. Теперь, как иллюминатор светится. Вот мы, что мы видим. Мы видим иллюминаторы. Так как это все на нулевом этаже, в подвале, то окон нет, есть иллюминаторы круглые. Через иллюминаторы, могу вам просто рассказать, видно морские глубины. Диванчик уютный, со столиком морским. Везде морская тематика. Над диваном старинный гобелен семейный. Какой-то фламанский город с портом. Что мы дальше увидим. Дальше камин. Камин с ролевым капитана. Камин эко. Примечательный тем, что там сжигаются экологически чистые материалы. И это не засыряет воздух. Материалы сам стоят. Панели камина, различные, если подойти, различные приборы, снятые с утонувших кораблей. Домашний кинотеатр. Телевизор. Дальше проникаем в спальню. Спальня. Над кроватью телевизор. Опять же части обшивки подводной лодки. Вот щупальца. Сейчас щупальца дотрагивается до моего уха. Щупальца какого-то диковинного зверя. Кальмара, наверное. Там в окошке акула уже подкарауливает нас. И стоит возле нее фигурка старинного моряка. А также какой-то неизвестный прибор. Над кроватью. Вот кровать. Лежащая прямо на бамбуковом постаменте. Мягкая стенка. Спинка большая. С подсветкой. Картины оригинальные, дореволюционные. И прямо над кроватью иллюминаторы. Через которые совершенно хорошо видно морские глубины и поверхность воды. Дальше мы в спальне перемещаемся в... Не помню, как называется. Санузел. Вот такой санузел. Везде итальянская плитка. Медные трубы на стене. С приборами. И самая большая в нашей квартире джакузи. Джакузи, в которой помещается человек 10 может поместиться. На джакузи светящийся потолок, меняющий свой цвет. Если вы видите, очень уютно принимать душ. И вот мы видим справа, это прибор, через которого названа квартира. Это батискав. Он нагревается. И вода по медным трубам растекается по всей квартире. Естественно, что над... И вот дальше... Омывальничек небольшой. И на джакузи, вот мы видим телевизор. Можно прямо с джакузи регулировать каналы. Теперь мы опять заходим в... Кают-компания. И здесь я хочу вам сказать, что мы всегда рады всем гостям. Рады, когда люди к нам приезжают. Снимают, в том числе, эту квартиру. Которая очень оригинальная и необычная. И многим она полюбилась. Заходите на наш сайт, бронируйте. Будем рады гостям, встретим вас. А также подписывайтесь на наш канал. Где вы сможете наблюдать новые репортажи о наших квартирах. Необычных, стимных и гостеприимных. В центре Харькова. LinkedIn.com Подписывайтесь на наш канал. До свидания. До свидания.